Подошла к завершению рабочая неделя. О какой выдалась эта пятница, расскажут корреспонденты информбюро. Хайрлы Кеш. Студия домена Рина Евгеньева. Я не Аида Буранбай. Хайрлы Кеш. И смотрите прямо сейчас. Сломанная жизнь. 35-летняя Амина просит не повторять ее ошибок. Почему она считает себя жертвой деструктивных религиозных течений? Кто надел на нее никап? У женщины трое детей от разных мужчин. Как вышло, что все они однажды сказали ей талак? Есть такой хадис. Если твоя жена первая, например, чем-то недовольна, то ты возьми вторую. Почему она не может рассчитывать на алименты? И как прийти в себя после всего пережитого? Куда смотрели? В Павлодаре 5 лет работал фиктивный завод по выпуску горючего. Чем на самом деле занимались предприниматели? Правда ли, что они легализовывали похищенную нефтепродукцию? Как дешевый бензин выдавали за дорогое? Градус повышается. Алма-Атинцы составили петицию руководству 31-го канала. Чего добиваются гражданские активисты? Почему они считают название нового сериала «Курген Сездер» оскорбительным и неприемлемым? Ранее вандалы закидали рекламные щиты яйцами. Будет ли канал вообще показывать этот сериал после такой неординарной реакции? Так работать нельзя. Прокуратура выявила свыше полутора тысяч нарушений на предприятиях Арселор Миппл-Тимиртау. О чем идет речь? Неужели сотрудников подвергают реальной опасности? Сколько перерабатывают шахтеры? И почему их тяжелый труд оплачивается не полностью? Все больше казахстанок становятся жертвами приверженцев радикальных религиозных взглядов. Как минимум пять девушек каждый день обращаются в центры реабилитации. Туда они приходят с разбитыми судьбами и сломанной психикой. Рассказывать о том, что с ними случилось, они не хотят. Амина Калитаева – исключение. Она родила трех детей от трех разных мужчин. И сейчас оказалась в тяжелой ситуации. Женщина решила предупредить других девушек об опасности быть обманутыми. Свою историю она рассказала Ардак Камал. 35-летняя Амина решилась рассказать свою историю. В 20 лет она познакомилась с представителем запрещенных в Казахстане организаций Таблиги Джамат. До этой роковой встречи в ее жизни были друзья, семья и работа. Но после остались лишь унижения и трое детей от троих разных мужчин. Если муж будет мной недоволен, то я буду проклята и я попаду в ад. Когда я уже родила, через какое-то время он меня бросил, сказал, что я плохая, непослушная жена. Мужа Амины звали Айдос, но вступив в экстремистскую группу, он стал называть себя Абдул-Рахим. Сводничеством в их организации занимались сестры по вере. Там один из его друзей, тоже они вместе читали намаз, вместе двигались. И тот изъявил желание жениться. А женщина, она должна соглашаться. Прожили где-то полгода. И он тоже сказал талах. То есть мы развелись опять. У них есть такой хадис. Если твоя жена первая, например, чем-то недовольна, то ты возьми вторую. Со второй придет еще барракад. Потом, если со второй тоже нормально не сложится, возьми третью, четвертую. Вот когда четвертая, там придет барракад. И все вы четвером хорошо, счастливо заживете. Он, то есть, не работает. Я начала изучать Куран, книгу. И я поняла, что, оказывается, то, что написано в Куране, это совсем другое. Амина обратилась в центр реабилитации. Те направили ее в Комитет национальной безопасности. Там с ней работали психологи и теологи. Она нашла работу и начала новую жизнь. Но десятки девушек по всей стране еще находятся в ловушке радикалов. Власть имеет у нас государство, то есть ЗАГС. Ни мулла, ни простой другой мусульманин, у него нет силы и возможности заставить исполнить нарушение договора либо со стороны женщины, либо со стороны мужчины. А вот то, что говорится в хадисах, что, мол, просто можно прочитать суру, двоих свидетелей, все, я не муж и жена, и сколько можно наложенность брать без конца и края, этого в Куране нет. Мы постоянно проводим разъяснительную работу. Местные исполнительные органы помогают таким женщинам восстановить необходимые документы о рождении ребенка и получать пособия. Но алименты от мужей они получать не смогут, так как не были официально замужем. Сколько семей в Казахстане живут по ложным религиозным законам, неизвестно. Во всех регионах страны работают специальные центры, которые возвращают их в традиционную светскую жизнь. Так за несколько лет более 300 человек отказались от радикальных взглядов. Ардак Камал Думан Сулейменов, информбюро Алматы. В Павлодаре сотрудники Департамента госдоходов разоблачили эффективный завод по производству горюче-смазочных материалов. Предприятие проворачивало незаконные дела на протяжении пяти лет. В итоге ущерб государству составил 2 миллиарда тенге. Компания нарушала технологию производства и скрывала фактический объем реализации с целью получить незаконный доход. ТО получила сверхприбыль за счет того, что присваивала специальный пин-код нефтепродуктам низкого качества и продавала их по завышенной цене. По версии следствия, предприятие также завозило на территорию украденную продукцию для ее легализации. Теперь в отношении компании возбудили уголовное дело. Следователи также подозревают, что руководство завода выводило средства за границу. Скандал вокруг нового ситкома 31 канала «Курген Сиздер» достиг небывалого размаха. Сегодня группа пенсионеров созвала специальную пресс-конференцию и выдвинула требования руководству канала. Мой коллега Нургали Карабаев присутствовал в зале и готов поделиться подробностями. Добрый вечер. Мы стали свидетелями жарких споров и возмущений. Люди буквально вскакивали с места и выражали свое негодование. Они считают, что название ситкома «Курген Сиздер» оскорбляет их. И ведь это не первый случай. На этой неделе неизвестные закидали яйцами один из таких рекламных счетов. Верно. Мешаться в ситуацию пришлось и руководству канала. Впрочем, предлагаю вам самим все увидеть. Ситуационная комедия «Курген Сиздер» не успела выйти на экраны, как уже стала предметом большого скандала. Сегодня десятки жителей Алматы созвали пресс-конференцию, чтобы выразить возмущение. У ваших билбордов с названием «Курген Сиздер» два смысла. В таком виде, как сейчас на счетах, это звучит оскорбительно. Это все равно, что назвать бессовестным. Оно должно писаться через тире «Курген Сиздер». Без этого знака звучит как оскорбление. Негодование было настолько сильным, что, не дожидаясь микрофона, собравшиеся выкрикивали с места. Люди хотят, чтобы рекламные счеты убрали, либо написали с исправлением. А предстоящие пресс-конференции оповестили и руководство 31 канала. Через это слово мы как раз таки хотели привлечь ваше внимание к ситуационной комедии. В конце пресс-конференции собравшиеся подписали обращение и передали руководству канала. А вообще сериал о том, как герой в один миг стал богатым. Бывает, что люди, когда в один миг начинают богатеть и появляются деньги, они теряют друзей, они теряют родственников, они начинают плохо общаться со своими соседями. И в этом плане нравственность и человеческое отношение, это остается как бы фокус этого ситкома. Поэтому зрителям и казахстанцам не стоит спешить с выводами, а дождаться премьеры. Еще одна уникальность проекта в том, что зрители смогут выбирать конец последней серии недели. 31 канал приглашает всех к просмотру комедийного сериала «Курген Сыздер» уже во вторник, 2 октября в 21.00 сразу после Информбюро. Если так пойдет и дальше, то возникают сомнения. Удастся ли вообще руководству канала запустить этот проект? Ведь уже на этом этапе у него столько противников. Да, нестандартная ситуация. Лично я не удивлюсь, если до премьеры ситкома снова что-нибудь произойдет. Я видел, насколько решительно настроены зрители. Но с другой стороны радует, что продукт 31 канала «Курген Сыздер» привлекает к себе большое внимание. Абсолютно согласна. Сегодня министр здравоохранения признался, его отрасль испытывает серьезный кадровый дефицит. По мнению Елджана Бертанова, профессию врача выбирает все меньше из-за страха быть наказанными. Казахстану не хватает анестезиологов, акушеров и педиатров. В общем, тех специалистов, где очень высока доля ответственности за жизнь. 5% от количества штатных должностей или 2800 человек. Столько врачей и медицинских работников не хватает государственным больницам. Нехватка катастрофическая среди акушеров-гинекологов, терапевтов, психиатров и анестезиологов. «Мы создаем порочный круг. Чем больше мы критикуем, тем больше у нас отток кадров идет. И, честно говоря, вопрос и в зарплате тоже, но это не первый вопрос, который мне мои коллеги-врачи сказали. Что в первую очередь это высокая моральная психологическая нагрузка». Дефицит кадров министерство намерено восполнить выпускниками вузов, которые учились на гранте. Теперь их будет распределять специальная республиканская комиссия. А для бакалавров медвузов уже сочат правила обучения. «Со следующего года дополнительно вводится экзамен на психологические способности будущих врачей. И вводится обязательно внешняя оценка студентов». Что касается проверки тех, кто уже работает, то министр предлагает экзаменовать всех медицинских работников раз в три года вместо пяти. И как бы ни сетовал глава ведомства о том, что на врачей оказывается сильное давление, участившиеся случаи гибели людей говорят о том, что они должны подтверждать свой профессионализм. Зарина Беремкул, Дидар Елеов, Информбюро, Астана. Более полутора тысяч нарушений выявили прокуроры на предприятиях Тимиртау. В том числе и на заводах Арселор Митал Тимиртау. Однако те, кто провел немало лет в шахтах, утверждают, что нарушений гораздо больше. Павел Шумкин отработал горняком 46 лет. Сейчас он на пенсии, но уверен, что нарушений в шахтах на порядок больше, чем выявляется. Все потому, что иностранцам нет дела до благосостояния казахстанских рабочих. Они не платят им достойную зарплату. Они не договариваются достойно о получении части прибыли от своих бешеных дивидендов. Косвенно эти утверждения подтверждают и итоги прокурорской проверки, проведенной с другими контролирующими органами на предприятиях с тяжелыми условиями труда, в том числе и на Арселор Митал Тимиртау. «Свыше полторы тысячи нарушений, эксплуатацию свыше 600 оборудований, несоответствующих требованиям. Рабочие места не соответствуют санитарно-пенемиологическим требованиям, а также производится выброс газа и пыли в производственные помещения». Однако два года назад там же инспекторы выявили 4,5 тысячи нарушений. Тем не менее профсоюзы уверяют, что шахтеры и металлурги защищены законом о труде и коллективным договором. «С начала года по заявлениям наших трудящихся нами ведутся 20 судебных разбирателей с компанией Арселор Митал Тимиртау. На сегодняшний день 90% этих судебных исков выиграны нашей стороной, но не все еще вступили в силу, только потому что компания постоянно апеллирует». О том, что иностранный инвестор наживается на работниках, говорили шахтеры во время забастовки в конце прошлого года. На многих постах топ-менеджеров АМТ наших соотечественников сменили иностранные наемные специалисты с окладами в десятки тысяч долларов. «Люди были заинтересованы в том, чтобы предприятие работало не только на себя, но и на Казахстан в целом. То сейчас у менеджмента нет этого интереса». Также ведут себя многие иностранные инвесторы, пришедшие работать в Казахстан. А правительство, все больше защищая бизнес, все меньше вмешивается и контролирует их. «Прокуроры вынесли Арселору Митталтимиртау пять представлений. Более 100 лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. Часть нарушений там уже устранили. В Арселоре нас заверили, что для руководства безопасность условий труда в приоритете, но ограничились общими фразами. Мы направили официальный запрос и ждем ответа». Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро, Карагандинская область. 250 миллионов иностранных гостей планируют привлечь в нашу республику в казахтуризме. Именно столько человек увидят уникальный ролик «Путешествую в Казахстан». Видео уже сейчас транслируется за рубежом на телеканале Евроньюз. Казахтуризм приглашает гостей. Чтобы показать, что у нас есть на что посмотреть, сняли ролик. Производством занималась команда Евроньюз. На этом канале его будут транслировать до конца года и покажут зарубежным зрителям более 230 раз. «Трансляция будет вестись на 166 стран вещания канала. Будет охватывать 430 миллионов домовладений. Из них 250 миллионов – это домовладений, которые представляет наш целевой рынок». Достопримечательности Казахстана, помимо ролика, покажут рубрики «Сити-тур» и авторском проекте «Эдвенчи». А для популяризации внутреннего туризма в общественных местах уже запустили показ мини-фильмов «Оле-Дала Елене Саяхат». «Человек, который сидит, допустим, на вокзале, ожидая поезд или в очереди в Цони, он может видеть это все, задаваться вопросом, что у нас есть такие красивые места, и, может быть, у него появится желание потом поехать туда». «Казахтуризм» отмечает, что планы по развитию отрасли будут расписаны в государственной программе до 2023 года. Ее утвердят этой осенью, и как раз там будут расписаны пути решения проблем, которые препятствуют развитию туризма. Зарина Беремкул, Дидар Елеов, Информбюро, Астана. В Астане открылась эксклюзивная выставка казахстанских художников нескольких эпох, от шестидесятников до современников. Она проходит в главном офисе «Фортыбанк» в Астане, на территории выставочного павильона «Фортыбанк Уланш» и «Артспейс». Личную коллекцию работ мастеров пера презентовал предприниматель и меценат Нурлан Смогулов. Оценить уникальную экспозицию жителей и гости города смогут до 21 ноября. «Жизнь в искусстве» – это экспозиция лучших картин музейного уровня одной из самых крупных частных коллекций. Меценат Нурлан Смогулов открыл собственную выставку, где представлены работы выдающихся художников разных эпох. Я считаю, что моя миссия – знакомить с искусством Казахстана. Конечно, самые лучшие работы казахстанских художников находятся в наших музеях, и это так и должно быть. Но то, что собрано в частной коллекции, тоже вызывает большой резонанс и интерес у публики. Смотреть на эти работы можно бесконечно. Если простым обывателям фамилии Айтбаев, Шарденов, Леонтьев мало знакомы, то для ценителей они целый мир – мир красоты и собственного неповторимого стиля. Каждая работа – это большая история, наполненная смыслом и определенным периодом жизни. Одна из таких историй – жизнь Алексея Степанова. Советский художник, и его дипломной работой был портрет Джамбула Джабаева, который он писал в Казахстане. И после того, как он написал этот портрет, он настолько влюбился в нашу страну, что после окончания института он попросил распределение в Казахстан, приехал в Казахстан и начал здесь творить, писать, преподавать. Одна из работ, которая прикована вниманием именитых гостей, написана Салихиддином Айтбаевым. Картину «Целина за обедом» купили у лидера мирового арт-рынка в аукционном доме «Кристис» в Лондоне. Это говорит о том, что казахстанские шестидесятники заняли достойное место в мировой культуре. И эти работы можно увидеть в Астане. Частная коллекция Нуран-Смогова, она одна из, наверное, самых лучших, считается одной из самых лучших в Среднеазиатском регионе. И мы ему очень благодарны за то, что он предоставил эту выставку для нас и для того, чтобы посетители Форте-Банка, а также жители и гости столицы, они могут приехать сюда и посмотреть на эти шедевры. Выставка «Жизнь в искусстве» расположена в центральном офисе Форте-Банк в Астане. До 21 ноября у каждого казахстанца есть возможность посетить галерею совершенно бесплатно с 9 до 20 часов вечера. Илья Рыбиноркин, Токмурзин, Информбюро, Астана. Итоги первого этапа экспедиции Абылай-Ханым-Харажулы подвели в Кокшетал. Ее участники вернулись из поездки по караванному пути 18 века. Они поделились своими впечатлениями и открытиями, а также рассказали, как собираются использовать собранный в путешествии материал. 3700 километров за 10 дней преодолели участники экспедиции. Своими впечатлениями от поездки поделились ученые-историки и географы. Экспедиция стартовала с поляны Абылай-Хана в Бурабае, а пунктом назначения стал сакральный город Туркестан. По пути участники посетили множество интересных и даже легендарных мест. Есть записи российских офицеров, что в окрестностях Жиз-Казгана есть две пирамиды. Мы решили посмотреть, что же он назвал пирамидами. Оказалось, что это крепость древних саков. Вот мы и это посмотрели. Еще видели шлем правителя Джунгара в Казлардинском областном музее. Очень необычный, с узорами. Участники экспедиции поблагодарили Акима Кмолинской области за поддержку. И по заказу Акимата выпустят монографию. А также создадут документальный фильм Абылай-Ханом Каражола. Презентацию монографии проведем уже в конце ноября. Кроме того, мы собрали материал на целый документальный фильм. Работа над ним уже ведется. Кроме этого, составят и выпустят сборную топографическую карту, не имеющую аналогов в Казахстане. Там применят естественные исторические топонимы ландшафта в Кухшетау и Акмолинской области. Еще одна отличная новость для зрителей 31 канала. В это воскресенье в 21.00 вас ждет еще больше драмы и интриг в проекте «Айма Сингер Казахстан». Проект «Айма Сингер» набирает обороты. 30 сентября состоится четвертый эпизод отборочного этапа. Зрителей ждет сюрприз. Своей силой решил попробовать родной племянник члена жюри Сакена Майгазиева. Пройдет ли он в следующий этап? И что ждет остальных участников? Все это увидите совсем скоро. В это воскресенье в 21.00 официальный партнер проекта «Форте Банк».